Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Мы сегодня в Краснодарском крае, в поле, и сейчас я вам покажу то, что вы никогда в жизни не видели. Я вас уверяю, это одновременно и страшно. И, в общем, готовьтесь. Так, ну, здесь мало чем можно удивить, да, три вертела, здесь жарится три барашка, все предельно просто. Многие пытались пожарить барашка дома на вертеле, но, друзья, здесь жарится целая корова, целиком, блин, с глаза. Видели такой хоть раз, то есть тут вертел диаметром 8 сантиметров, у него пробита башка, я не знаю, мне кажется, меня заблокирует это видео просто, потому что такое нельзя людям живым показывать. Вот, кстати, это жарит хорваты. Специально приехал хорватский повар, который делает вот это. Я даже не знаю, как это назвать. Я не уверен, что это будет съедобно. Друзья, пишите в комментариях, как на ваш взгляд вообще это реально нереально, то есть целый бык с хвостом, с рогами, с глазами. Прям привет от цитаны. Ну, шея у него сгорела, видите, явно. Вот, там уже ничего не осталось. Странно, что он с зубами, с такими странными зубами. Фу, блин, тут стоять, кстати, невозможно. Ах, очень жарко. А, давайте я вам, кстати, саму конструкцию покажу. Вот, здесь цепь. Фу. А, здесь второй мангал. Видите, еще есть, получается, вертикальный мангал. Там тоже горят дрова. Вот. Собственно, конструкция выглядит вот так. Здесь, понятное дело, подшипник, потом цепь, моторчик и 220 вольт. Вот, кстати, сам повар. Он 40 лет в Сербии жарит быков. 10 лет уже в России. У него три бригады жарельщиков быков. Я даже не знал, что сербы это умеют делать. Так, друзья, продолжаем следить за судьбой быка. Смотрите, что происходит сейчас. Прошло еще три часа, и здесь варят. А это в воде он, да? Да, 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 да. Вот, то есть с быка обрезаются куски мяса и отправляются вот в эти формы, назовем это так. Вот, соответственно, с быка капает, все попадает сюда, и куски мяса запекаются, то есть здесь запекаются, здесь варят. Вот такая процедура. Не все так просто, друзья, как оказалось в самом начале. Будете дома быка жарить, вот это все нужно будет делать. А с баранами все гораздо проще. Они также вертятся, вот, но здесь, видите, никакие формы, просто идет по запеканию на вертеле. А это панировка? Вы посыпаете? Так, смотри, тут параллельно несколько процессов идет. Есть панировочные сухари со специями, которыми обмазывается, собственно, бык по мере изжаривания. Пуски срезаются, отправляются туда, и вот, видите, я, кстати, не понимаю, что люди говорят, потому что говорят они на своем языке, но, как бы, славянский на все равно непонятный. Так, друзья, тут не все просто, все не просто так, видите, еще картошка. Картошечка у нас целиком молодая отправляется в бульон. И это будет не просто бык на вертеле, это бык жарко. Покрутишь и водички добавляю. Очень много чеснока. Записывайте рецепт. Все. Покрутишь. Обязательно зелень. Не забываем, друзья. Тут на самом деле очень жарко. Вы даже не представляете, какая здесь жара. И я так понимаю, что спустя почти восемь часов у нас готова первая партия мяса, то есть готовое мясо срезается не с быка, готовое мясо вынимается из лотков. Получается прям волокнистое. Я переоделся специально для того, чтобы попробовать. Слушайте, это очень вкусно. Вот, честное слово, очень вкусно. Не знаю. Сейчас в следующей партии я пойду снова пробовать. Во. Смотрите, друзья, туда добавили еще баклажаны. И вот уже по одному по мере готовности вынимают куски мяса. Вот, режут, прям выдают и люди пробуют. Так, продолжаю контролировать происходящее. Бык все больше и больше становится похож на кости на вертеле. Вот, уже большая часть мяса срезана и большая часть мяса вот здесь вот варится. Мне интересно, что будет в конце, будет ли прям вот костяк висеть. Так, у нас прошло еще около часа. Бык постепенно превращается в остов быка. Обратите внимание, уже нет передних ног. Их уже съели. Вот, что осталось через пять часов трапезы. Ну и можно сразу понять, как это происходит. Всем рады вас тут приветствовать в нашем теплом крае. Вот такая история, друзья. Гостей было у нас 250 человек. И 250 человек за три часа съели булька. Это был Миклух МакФлай, друзья. Подписывайтесь, пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Но я такого лично не видел никогда. Миклух МакФлай. Миклух МакФлай Миклух МакФлай Миклух МакФлай Миклух МакФлай